Друзья, всем огромный привет! С вами Маша и вы зашли на мой канал Свити Свитмари. И сегодня я хочу вам показать всю коллекцию своих помад. Здесь, как видите, у меня действительно очень много их. Хочу в этом видео разобраться со своими помадами, убрать те, которыми я сейчас практически не пользуюсь, куда-нибудь в дальний ящик и поставить на более видное место, естественно, те, которыми я пользуюсь сейчас и какие-то уже свои новинки. Поэтому давайте разберем всю мою коллекцию, посмотрим по ходу дела на какие-то помады. Конечно же, я буду показывать сводчи. В общем, поехали! Итак, как видите, это вся моя коллекция всех помад. И давайте сейчас я, наверное, разложу все помады по брендам. И дальше мы с вами продолжим обозревать мою коллекцию. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как-то так, по грубкам пока разложила все свои помады. Давайте начнем с первых двух, которые тут у меня под рукой. Это Ивраше. Это Ивраше у меня всего лишь праймер для губ. Совершенно нифига он не делает. Создает такой, ну, матирующий, блюрящий эффект. Бесполезная штука. Дальше вот такой вот интересный блеск для губ. На самом деле, чисто как блеск, его использовать, ну, не очень комфортно. Я вам скажу. А вот в качестве какого-то топа на какую-нибудь матовую помаду смотрится очень красиво. Убираем пока вот в этот дальний ящичек. Ивен Сабо. Также у меня здесь есть блеск для губ с 3D эффектом. Это у меня оттенок 53. Ну, в принципе, собственно, обычный такой прикольный сверкающий блеск для губ. И вот такая вот сверкалочка. Тоже в качестве блеска. Кстати, для губ на лето очень круто его использовать. Географическими частичками переливается. Помада Вивьен Сабо 801 оттеночек. Это очень красивый даже нюд. Смотрите внимательно. Такой бежевый нюд. Очень красиво выглядит на губах. Помада нестойкая, но оттенок просто потрясный. Убираю вот в эту коробочку от L'Oreal. Это у меня L'Oreal Colorish. Вот такой вот оттеночек. Называется Delicate Rose. Деликатная роза. В общем-то, это красивый нежно-розовый оттенок. Хоть он и в стике кажется таким вот барби-розовым. Но по факту его, когда наносишь на губы, посмотрите. Он полупрозрачный. На губах смотрится очень естественно. И полуматовый такой финиш. Блеск для губ в сотом номере. В общем, это блеск для губ, который я покупала еще на свою свадьбу. Он у меня еще жив. Я его берегу. Потому что это такая вот, ну знаете, практически полупрозрачный розовый блеск. Который действительно очень красиво выглядит на губах. Очень его рекомендую. Поэтому далеко убирать пока не буду. Две помадки Golden Rose. У меня первая помадка в оттенке 03. Это матовая серия. Вот такая помада. Она такая немного рыжеватая на самом-то деле. Смотрите. Поэтому я ее не ношу. Миниатюрочка от Golden Rose. Это обычно жидкая классическая серия помады Golden Rose. В оттеночке, по-моему, 10. Да, да. В оттенке 10. Это такой аналог на Lime Crime Kashmir. Ну, в общем, такая серо-лиловая помада с таким мертвецким подтоном. Но я люблю на самом деле такие помады. Очень классно смотрится на губах. Две помадки от Max Factor. В оттеночке 120 и в оттеночке 105. Давайте покажу. 105 оттенок. Розово-бордовый оттенок. На губах смотрится очень красиво. Дальше у меня помадка в оттенке 120. Это оттеночек такой, знаете, больше лилово-бордовый какой-то. Но выглядит очень потрясно на губах. Больше люблю 120 оттенок. Две помадки от Alvendor. Помадка жидкая, матовая. Номер 12. Ну, такой вот оттеночек. К сожалению, она совершенно не стойкая. Поэтому я ее убираю. В номере 11. Это, по-моему, у меня матовая помада. Да. И это более, конечно, мой любимый оттенок. Это такой розовый нюд. Смотрится шикарно на губах, но совершенно не стойкая. Поэтому убираю подальше. Следующее, что давайте разберем. Это мои вообще самые первые помады, как только завела свой блок. Как видите, они в таком потрепанном состоянии. Это все помады Wet n White. Начну с оттенка 901. Это все матовые помады. Давайте покажу. На самом деле, это полуматовые помады. Это оттенок уже розовый. Конкретно Барби розовый оттенок. Называется 901 Think Pink. Вот. 903. Покажу. Это уже оттеночек такой более персиковый. Называется Just Peachy. И вот так он выглядит. Это тоже такой прям персиковый-персиковый оттенок. Слишком яркий. Очень высокая пигментация. Но на моих губах выглядит совершенно не очень. Человека 902. Bar It All называется. Это прям такой натуральный, такой бежевый классический оттенок. Как видите. Мне он нравится больше всего на данный момент. Давайте-ка я его уберу туда поближе. Самый темный. 916 Raven Racing. Они расценивались как аналоги, как дубликаты на помады MAC. Их так Wet n Wild делал. И очень было много похожих оттенков между MAC и Wet n Wild. Вот. Как видите. Это тоже красивый такой насыщенный сливовый оттенок. Убираем. Вот это. Это помадки LA Girl. Это жидкие матовые помады. Мат называется. У меня здесь два оттенка. Этот оттенок называется Dreamy. Она у меня тоже была самой первой моей помады, которые появились, когда я начала вести блог. Давайте начнем здесь. Вот. Это такой персиковый нюд. Наверное, уберу подальше. Следующая помадка из этой же серии из матовой. Называется Fantasy. И это я уже, честно, я не помню. Я так давно не пользовалась этими помадами. А нет, вру. Вот это конкретный такой вот, видите, неоновый персик. По стойкости очень хорошие помады. Немножко сушат губы. Но очень-очень стойкие. Сатиновые помады. Это оттеночек Endless Kisses называется. Вот так он выглядит. И он реально мой самый один из любимейших оттенков. у Элла Гео. Это, смотрите, такой припыленная роза с лиловым подтоном. Очень люблю эту помаду. Помадово-оттенки Secret Edmere. Ну, это такой уже, знаете, конкретный кукольный барби цвет. Ядерно-розовый. И который прям беленый-беленый. На кубах он выглядит совсем неестественно. Он уходит в такой далекий-далекий ящик. Блеск для губ вот такой вот Lip Paint называется. И, в общем, это супер-пигментированный блеск для губ. Как видите, у меня ребенок был маленький, пожиралову. Оттеночек Whisper называется. Это блеск для губ с охлаждающим эффектом. У него прям конкретный такой ментоловый эффект. Вот так он выглядит. Настоящий красивый нюд. Посмотрите, как круто выглядит. Давайте-ка я его, наверное, уберу поближе. И единственный топпер от Элла Геоп. Смотрите, как он вообще блестит. Это же просто какой-то космос. Это у меня оттеночек Fleshing Opal. Вот. Смотрите, как круто выглядит. Когда наносишь на нюдовую матовую помаду, он отдает в синеву. Давайте выдавлю побольше. Но по факту, вы посмотрите, это же какая-то россыпь бриллиантов. Ну, круто, согласитесь, да? Он у меня далеко не идет. Лежит и тут же рядышком. Моя одна-единственная помадка от Urban Decay. Это оттеночек Naked. Мой любимый оттенок. Припыленная роза немножечко. Очень люблю. Это сатиновая помада. Полностью не засыхает на губах. Но оттенок фантастический. Помада от Stellarie в оттенке цветок Sakura 42. Это такой прям тоже, знаете, конкретно розовый такой барби оттенок. Похожий немного на Wet n Wild. Только более с фиолетовым подтоном, как видите. Оттенок стрёмный. И уходит вдалеко и надолго. Дальше. Единственная помада от Makeup Revolution. Точнее, I Love Makeup. В оттеночке Racing Pulse. Вот такая вот интересная помадка. В форме, как видите, сама помада сердечко. Это прям такой натуральный-натуральный нюд. Бежевый нюд. Как видите, прям самый такой теплый нюд, который только может вообще существовать. Помада не стойкая. Это сатиновая помада. Но очень комфортно на губах. От Eva Mosaic у меня есть бальзам для губ с экстрактом черешни. Оттенка тут не написана. Оттенок, честно скажем, ну как бы вот совсем что-то вообще нет. Когда истечет сургодность, я, наверное, скорее всего выкину эту помаду. Потому что точно я носить этот блеск никогда в жизни не буду. Потому что он отстойный. Вот такой интересный блеск для губ от L'Etoile. В оттеночке 702 кристалл называется. Ну, это опять-таки просто обычный блеск для губ. Топпер, можно так сказать. Давайте нанесем рядышком с предыдущим топпером. Это тоже. Почему я его взяла? Потому что мне очень понравилась вот эта россыпь кристаллов, россыпь бриллиантов. Такой вот серебристо-розово-золотистый. Ну, посмотрите, да? Очень красиво. Вот он выглядит. Рядом с топпером от L'Etoile смотрится, конечно, более тепло. Далеко убирать его не буду. Положу вот сюда своим бальзамчиком, блеском. Вот такой вот Prisma Glow от Essence. Бальзам Shine Shine Shine. Блеск для губ, точнее. В оттенке Smile Sparkle Shine 02. Давайте тоже рядом с этим же предыдущим блеском нанесу. Но это уже именно не топпер, а именно блеск для губ с сверкающими частичками, как видите, розовый такой. Но мне он не комфортен на губах, потому что слишком липкий. Проходит пока в дальний далекий ящик. А вот как написано, устойчивая помада Stick от Lumine. Но, честно вам скажу, ни хрена она неустойчивая. Вот так вот она выглядит. Давайте нанесу. Опять-таки, неоновый оттенок лилового, фиолетового, я даже не знаю. Ну, это что-то в среднем, видите, между малиновым и лиловым оттенком. Совершенно неустойчивая помада, просто как блеск для губ. И поэтому, опять-таки, уходит в дальний-дальний уголок. Помада жидкая для губ от бренда Dillon в оттенке 25-11. Это наш российский бренд, и мне очень сильно нравится оттенок у этой помады. Вы посмотрите. Прям вот как я люблю. Пыльная роза с немножечко-немножечко таким вот холодным подтоном. Но она не совсем стойкая. То есть она, естественно, не колор-поп, не лайм-крайм. Там даже близко не стояла по стойкости. Пока положим вот сюда. И в конце мы будем разбираться более красиво все расставлять. В помаде карандашу матовый от Эльф. Я думаю, все знают этот карандаш. Он очень знаменитый, очень классный и безумно потрясающий оттенок. Кстати, оттеночек называется чайная роза. Она такая средней стойкости. Она на губах выглядит очень натурально и очень красиво. Обожаю эту помаду. И всем ее действительно советую. Поэтому пусть она пока что полежит вот здесь. Совершенно бесполезный праймер от Art Deco, который совершенно сломался по всей... Да, он сломался по всей вероятности. Совершенно ничего не делает. Так что я даже не знаю, зачем мне этот праймер вообще еще лежит. У меня есть помада-бальзам от City Color. Опять-таки, это такой прям, знаете, выбеленный барби оттенок. Прямо розовый барби цвет, но по лайту немножечко. Мне он раньше нравился, теперь он нравился. Опять-таки, покупала, когда только начала вести канал. Следующая от LA Colors уже оттеночек помады у меня. Называется Passion Flower. Это прям такой фиолетовый-фиолетовый оттеночек. Посмотрите. На губах очень красиво смотрится. Немножечко подчеркивает все недостатки. Поэтому, ну, не люблю ее использовать, но оттенок классный. От Catrice. Бальзам для губ. Pure Brilliance называется. Смотрите. И потрясающий вот такой вот просто на прозрачной основе потрясающий блеск. С голографическими частичками сияющими. Можно спокойно наносить в качестве бальзама для губ. И у вас будет вот такое красивое сияние. Очень люблю его использовать. Не знаю, почему я им в последнее время не пользовалась. Буду исправляться. Поэтому ты, дорогой, у меня будешь поближе ко мне. Тинт для губ от Clorance. В оттенке Red Water. Просто обычный тинт. Давайте нанесем его вот сюда. Вот так он выглядит. На самом деле красиво смотрится на губах. И я им периодически пользуюсь. Но не так, чтобы уж часто. Если бы был оттенок более такой, знаете, не такой ядерный. Может быть, носила бы почаще. Так прям какая-то кровавая история получается. Это мое открытие. Помада от Faberlic. У нее вот такой вот номер. 43030 и просто потрясающая упаковка с зеркальцем. И это самый классный нюд, который только был в моей жизни. Давайте я вам его тут вот покажу. Посмотрите, какой он красивый. На губах его вообще не видно. Естественно, красиво. И я вот однозначно ее всем советую. Она супер крутая. Поэтому, конечно же, она идет вот сюда ко мне поближе. Я ее очень часто использую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова